делиться с вами Божьим Словом и тема, которую я бы хотел сегодня говорить, это победа через служение Богу. Победа через служение Богу. И я бы хотел обратить ваше внимание на текст, очень известный, и я думаю, что многие из вас, они очень хорошо знают эту историю. Это история о Давиде и Голиафе. Вы помните, что филистимляне, они выступили, чтобы сражаться с израильским народом. Эта история описывается в первой книге Царств 17 главе. И был тяжелый бой, тяжелое сражение, сложная очень ситуация сложилась в тот момент. Мы знаем, что из филистимского стана выступил очень большой воин, огромных размеров, очень сильный, профессиональный. Его имя было Голиафом. Порядка, ну, такие были люди, рослые. Сегодня, конечно, встречаются, но не так может быть много, но в то время были подобные люди. Порядка трех метров был просто ростом, был очень крепкий, сильный. И написано, что очень долгое время он устрашал израильские войска. И он сделал такое предложение, он сказал, если кто-то сможет выйти из ваших воинов и сразиться со мной один на один, и если он победит меня, тогда мы станем вашими рабами. Но если я одержу победу, тогда вы станете навсегда, будьте нашими рабами. И, конечно, весь израильский народ, он был в страхе. Никто не решался сразиться с этим человеком. Но мы знаем историю об одном юноше, которого звали Давид. Был храбрый, был мужественный. И давайте мы прочитаем эту историю, может быть, выборочно. Она, на самом деле, такая большая. Прочитаем 17 глава с первого стиха. «Филистимляне собрали войска свои для войны и собрались в Сакхофе, что в Иудее, и расположились станом между Сакхофом и Азеком в Ефес-Дамиме. А Саул и израильтяне собрались и расположились станом в долине Дуба и приготовились к войне против филистимлян. И стали филистимляне на горе с одной стороны, а израильтяне на горе с другой стороны, а между ними была долина. И выступил из стана филистимского единоборец по имени Голиаф. Из Гефа ростом он шести локтей и пяди. Медный шлем на голове его, и одет он был в чешущую броню, и вес брони его пять тысяч сиклей меди». Ну, очень была впечатлительная вся эта одежда. «Медные наколенники на ногах его, медный щит за плечами его, и древко копья его, как на вой у ткачей, а само копье его в шестьсот сиклей железа, и перед ним шел оруженосец. И стал он и кричал к полкам израильским, говоря им, «Зачем вышли вы воевать? Не филистимлянен я, а вы, рабы Сауловы, выберите у себя человека, и пусть сойдет ко мне. Если он может сразиться со мной и убьет меня, то мы будем вашими рабами. Если же я одолею его и убью его, то вы будете нашими рабами и будете служить нам». И сказал филистимлян, «Сегодня я посрамлю полки израильские, дайте мне человека, и мы сразимся вдвоем». И услышали Саул и все израильтяне эти слова филистимляна и очень испугались и ужаснулись. Давид же был сын Ефрофянина из Вифлеема Иудина по имени Исея, у которого было восемь сыновей. Этот человек во дни Саула достиг старости и был старше между мужами. Три старших сына Исеевы пошли с Саулом на войну. Имена трех сыновей его, пошедших на войну, старший – Илиав, второй из них – Аминадав, а третий – Самма. Давид же был меньше, трое старших были с Саулом. А Давид возвратился от Саула, чтобы пости овец отца своего в Вифлееме. И выступал филистимлян тот утром и вечером, и выставлял себя сорок дней. Представьте, в каком страхе он держал все войско Израиля. «И сказал Исей Давиду, сыну своему, возьми для братьев своих Ефу сушеных зерен и десять этих хлебов, и отнеси поскорее в стан к твоим братьям. А эти десять сыров отнеси тысяченачальнику, и наведайся о здоровье братьев, и узнай о нуждах их». «Саул и они, все израильтяне, находились в долине Дуба и готовились к сражению с филистимлянами. Встал Давид рано утром и поручил овец сторожу, и, взяв ношу, пошел, как приказал ему Исей, и пришел к обозу, куда войско выведено было в строй, и с криком готовился к сражению. И расположили израильтяне и филистимляне строй против строя. «Давид оставил свою ношу обозному сторожу и побежал в ряды, и, придя, спросил братьев своих о здоровье. И вот, когда он разговаривал с ними, единоборец по имени Голиаф, филистимляне из Гефа, выступает из рядов филистимских и говорит те слова, и Давид услышал их. И все израильтяне, увидев этого человека, убегали от него, весьма боялись». Говорили израильтяне, выведите этого выступающего человека, он выступает, чтобы поносить Израиля. «Если бы кто убил его, одарил бы того царь великим богатством, и дочь свою отдал бы за него, и дом отца его сделал бы свободным в Израиле. И сказал Давид людям, стоящим с ним, что сделает тому, кто убьет этого филистимляна и снимет поношение с Израиля. Ибо кто этот необрезанный филистимлян, что так поносит воинство бога живого. И сказал ему народ те же слова, говоря, вот что сделано будет тому человеку, который убьет его. «И услышал Илеаф, старший брат Давида, что говорил он с людьми, и рассердился Илеаф на Давида и сказал, «Зачем ты пришел и на кого оставил немногих овец тех в пустыне? Я знаю высокомерие твое и дурное сердце твое, ты пришел посмотреть на сражение». «И сказал Давид, что же я сделал, не слова ли это?» «И отворотился от него к другому, и говорил те же слова, и отвечал ему народ по-прежнему. И услышали слова, которые говорил Давид, и пересказали Саулу. И тот призвал его, и сказал Давид Саулу, «Пусть никто не падает духом, и за него раб твой пойдет и сразится с этим филистимлянном». Немножечко пропустим с 39-го. Посмотрите. «И опоясался Давид мечом, мечом его сверх одежды, даже с 40-го, это здесь он меряет, мы знаем, что царь одевает на него одежды, чтобы воевать, но они не подходят ему. И дальше, «И взял посох свой Давид в руку свою и выбрал себе пять гладких камней из руча и положил их в пастушескую сумку, которая была с ним, и сумкой, и с прощой в руке своей выступил против филистимлянина. Выступил, и филистимлянин, идя, приближаясь к Давиду, и оруженосец шел впереди его. И взглянул филистимлянин и увидел Давида. С презрением посмотрел на него, ибо он был молод, белокур и красив лицом». Он не был воином, он никогда, он не умел сражаться, он не имел боевого какого-то опыта. И когда этот профессиональный боец, он увидел Давида, он просто прочитал, ну, считал с его лица, что, ну, и дальше посмотрите даже, что он говорит. «И сказал филистимлянин Давиду, что ты идешь на меня с палкой, разве я собака?» «И проклял с филистимлянин Давида своими богами. И сказал филистимлянин Давиду, подойди ко мне, и я отдам тело твое птицам небесным и зверям полевым. А Давид отвечал филистимлянину, ты идешь против меня с мечом и копьем и щитом, а я иду против тебя во имя Господа Саваофа, Бога войск израильских, который ты поносил. Ныне предаст тебя Господь в руку мою, и я убью тебя, и сниму с тебя голову твою, и отдам трупы войска израильского птицам небесным и зверям земным. И узнает вся земля, что есть Бог в Израиле. И узнает весь этот сон, что не мечом и копьем спасает Господь. Ибо это война Господа, и Он предаст вас в руки наши. И когда филистимлянин поднялся и стал подходить и приближаться навстречу Давиду, Давид поспешно побежал к строю навстречу филистимлянину и опустил Давид руку свою в сумку, и взял туда камень и бросил из прощи, и поразил филистимлянина в лоб. Так что камень вонзился в лоб его, и он упал лицом на землю. Так одолел Давид филистимлянина прощой и камней, и поразил филистимлянина, и убил его. Меча же не было в руке Давида. Прекрасная история, которая нам описывает славу Божью, чудо Божье. И вы знаете, что вся наша жизнь, она состоит из сражений. И, конечно, слава Богу, сегодня мы живем в мирное время, достаточно мирное время. И, слава Богу, что у нас нет каких-то физических, мы не живем в боевых действиях. Бог дал мир нашей земле, и мы должны за это благодарить его, и мы должны пользоваться этим миром, служить Господу, нести Слово Божье. И, ну, вы знаете, сегодня очень много войн мы переживаем внутри себя, в нашем разуме, когда мы принимаем какие-то решения. Всегда мы в борьбе находимся, каждый день, каждый день мы сталкиваемся. Бывает так, придешь в воскресенье, вроде все хорошо, все прекрасно. Ложишься спать, просыпаешься в понедельник, и буквально в один момент может свалиться столько различных проблем, столько Голиафов может выступить против твоей жизни, против твоей семьи, против твоего здоровья, против твоих финансов. И много можно пересять, против, может быть, какие-то проблемы во взаимоотношениях, может быть, сегодня какие-то ты переживаешь трудности в своем служении. И нам всегда приходится сражаться, всегда приходится просить у Бога мудрости, силы. И, конечно, где-то мы одерживаем победы, где-то мы терпим поражение, где-то нам приходится подниматься и снова, и снова продолжать для того, чтобы нам одержать победу. Но, вы знаете, что самое интересное, мы все, как вот верующие люди, особенно, мне кажется, нам всем хочется знать формулу победы. Вот, всем хочется иметь эту сумку с этими гладкими камнями. И очень много, я слышал разных проповедей, когда говорят вот эти камни, что они символизируют, откуда их взял Давид. И все концентрируются, что он был там, Исеи, вот они там тренировались, метали эти камни. И много-много можно разных вещей. Но, что я сегодня хотел обратить, куда ваше внимание. Вы знаете, помимо сумки пастушеской, я называть ее буду сумка победы, да, мы можем так назвать, потому что именно из этой сумки он достал этот камень и поразил, филистимляйно, поразил своего врага. Но у Давида была еще одна сумка, которая называется ноша. Написано, однажды утром отец Давида говорит ему, возьми ношу, возьми сумку, сложи туда сыр, сложи туда еду и пойди по проведу своих братьев, узнай их здоровье, это отнеси тысяченачальнику. Помните эту историю? И вы знаете, когда мы смотрим на какие-то победы в нашей жизни, нам очень нравится говорить о победах, но за каждой победой что-то стоит. Правда или нет? Когда мы что-то получаем, когда он что-то получает, когда мы чего-то достигаем, это всегда нам чего-то стоит. И вы знаете, что я вижу в этой истории, что без сумки служения, ноша, это была сумка служения, Давид не пришел бы к победе над этим филистимлянином. Давайте мы немножко посмотрим, вот в какой ситуации находился Давид. Мы знаем, что буквально в 16 главе Давида прямо на глазах у его братьев помазывает Елеем. Пророк Самуил помазывает Давида и говорит, это будет царь. Представляете, на виду у всех братьев. Конечно, мы знаем, что отец и все братья, они даже не могли просто даже представить, что они знали, что придет пророк и будет помазание Елеем. Это означало помазание на царство. И даже никто из его родных не мог представить и подумать себе, взять в голову, что на него будет вылет этот рог Елея. И его отправили пасти овец. То есть, в нем никто не видел никакой перспективы. Но пророк приходит и отец приводит ему всех братьев. Он говорит, вот точно, отец одного, другого. Он говорит, не этот, не этот, а есть еще. Да есть, говорит, там один пасет у нас. Его в виде приводят Давида и при всех он помазывает его в цари. И, конечно, я представляю, что там происходило в сердце братьев. Когда Давид пришел, чтобы спросить о их здоровье, мы видим, что старший брат был очень недоволен. Он говорит, ты зачем сюда пришел? То есть, мы видим, что отношения были сложными между Давидом и братьев. Они где-то, может, завидовали, где-то его недолюбливали. Но, знаете, что меня здесь удивило? Отец ему говорит, иди, отнеси им еды. И Давид беспрекословно, наверное, мы можем увидеть в этом некий образ Иисуса Христа. Когда Отец Небесный, Он нас посылает Иисуса на эту землю. Кому? К своим братьям. Мы знаем, что Иисус пришел, и Он родился, Он был евреем, Он родился в Иерусалиме. Мы знаем, что Он в Вифлееме. И мы знаем, но братья, и много притчин об этом, которые, они не принимали Иисуса, они не приняли Христа. И Давид, он идет, он послужен, он оставляет своих овец, отдает их сторожу, и он послужен, он берет, написано, ношу, и идет к братьям. И я так задумался, думаю, Господи, вот сумка, в которой лежали камни, ее носить очень легко, она не была тяжелой. А ноша, в которой нужно было нести продукты, она не была легкой. И я, знаете, на что я заметил по себе? Всегда хочется быструю победу, нам всегда хочется, мы молимся, дай нам, Господь, успех, дай нам, благосови нас там, благосови, устрои это. Но вопрос иногда, а служишь ли ты Богу? Что ты сегодня делаешь для Господа? И вы знаете, я что еще заметил? Иногда, например, вот некоторые семьи, у них постоянно проблемы между собой, постоянно сложности, они годами проходят разные семинары, читают, им дают разные книжки, их все время реанимируют, все время начните служить Богу. Я вам скажу, многие проблемы в вашей жизни, вы не заметили, как они решатся. Почему сегодня нам хочется быть успешными людьми, но нам не хочется нести сумку служения, нам не хочется брать эту ношу, нам не хочется служить. Давиду, вы думаете, было просто это делать, он сталкивался с непониманием, его не ценили. Конечно, кто-то хочет сказать, я вот не служу, меня не оценили, какие-то причины, мы же всегда находим причины, чтобы не служить Господу. Меня не оценили, меня не заметили. Посмотрите, почитайте эту историю, разве Давида там ценили? Нет, Давида не ценили. Давид, он не представлял, никто на него не обращал внимания. Братья разозлились, когда он пришел, вроде бы с добрым сердцем послужить, помочь им, они его откритиковали. Может быть, кто-то сегодня в похожем положении находится, но это не должно остановить тебя. Ты не должен останавливать свое служение Богу. Ты не должен сегодня опускать своих рук. Что еще? Гордость иногда сегодня нас останавливает. Посмотрите, Давид, он же мог бы сказать, слушайте, ребят, почему я должен нести эту сумку им? Меня вообще-то уже на кого руку положили-то? Давид, знаете, был вообще удивительным человеком. Мы знаем, что после того, как его помазали Елеем, в 16-й, вы сможете прочитать, от Саула написано, отступил Дух Божий. И с Саулом начали происходить какие-то странные вещи. Он иногда мог вспылить, он мог внезапно раздражаться. И ему предложили такое, что найти человека, который бы мог играть для царя, и чтобы через музыку успокаивать царя. И написано, Давид начал это делать, он понравился царю, и царь сделал его, написано, оруженосцем. Но вы знаете, у меня вопрос, если царь его сделал оруженосцем, почему, когда началась война, то Давида отправили пасти овец? И разве это не задело его какие-то мужские амбиции? Разве это не затронуло его вот характер, понимаете? Я ведь оруженосец, почему, я же должен быть там, где царь, почему мои братья идут туда, я ведь должен быть с царем? Но вы видите, Давид в послушании, он идет и пасет овец. И отец приходит и говорит, иди туда. И он идет, он берет эту ношу, сумку служения своим братьям. И эта сумка, друзья мои, она приводит Давида к победе. Ни даже не камни, послушайте, иногда мы думаем, успех был в камне. Послушайте, даже если он был бы не обточенный, водой не обмытый, ни из горы, ни из ручья. Да, друзья мои, да не важно, каким бы он был. И не важно, был бы там он профессионал, или он бы не был профессионалом, умел бы он его правильно метать. Послушайте, победа была от Господа. Вот мы иногда очень много пытаемся формул выстроить. Кто-то едет куда-то, какие-то странные города. Вот мы ищем эту формулу, какой камень, как его гладкий, какая сумочка была у Давида. Да, послушайте, сумка служения привела Давида к победе. И вообще не важно, что он там кинул в него, и как он кинул в него, и сколько лет ему было. А было важно, что Давид, он служил своим братьям. Он служил своему отцу. Иногда нам приходится служить, даже, знаете, даже в убыток нам. Посмотрите, здесь написано, Давид, что он сделал? Встал Давид рано утром и поручил овец сторожу. Помните, старший брат его попрекает, ты что, говорит, сюда пришел? И он говорит, ты зачем? И ты там еще и оставил овец, и так там тебе, ему даже овец вроде как мало доверяли. Он ему говорит, там малых вот этих вот, которых тебе дали несколько, что ты их умудрился оставить там. Действительно, это был определенный риск, и сторож никогда не сделает, как сам хозяин. Понимаете? Сторож никогда не будет пасти так, как пасет тот, чьи это овечки. Это был, конечно, и можно в Новом Завете многие истории увидеть, когда Петр предоставляет лодку Иисусу. Он уже был уставший, написано, они ничего не поймали, у них ничего не получилось, они помыли сети. Вы знаете, уже лодки приготовили. Вы знаете, кто плавает на лодках и рыбачит, плавать на лодке хорошо. Но знаете, после того, как ты поплавал и порыбачил, есть еще одна процедура кое-какая. Знаете, какая, да? Посушить, почистить. И я хочу сказать, это не очень приятно делать. Мне это никогда не нравится, поэтому у меня нету лодки. Я на чужой лучше с кем-нибудь поплаваю. Вот, приедешь на ней, давай там ее чистим, мой, сдувай, суши. Ну, то есть, и вот представьте, мужчина, профессионал своего дела, ничего не поймал. У вас такое было? Ничего не поймал. Вот на такси таксуешь, таксуешь всю ночь. И ничего не заработал. А ты там уже, знаешь, стаж такой. Или на работе, работаешь весь месяц, там раз тебе и ничего. Как вам, ну, это состояние. Вот состояние Петра. И появляется Иисус, говорит, дай мне там, мне там в лодку. Я так задумался, думаю, а я опустил бы его в свою лодку, потом мыть после него. Опять там что-то делать. Спать идти, мы смену отработали. Ну, заходи, ладно. Зашел. И вдруг, что произошло? И вот у меня вопрос вам, почему они поймали много рыбы? Эхолот там у него что-ли был, да? И ну, мы же всегда вот, как поймать много рыбы? Надо там снаряжение купить, надо специальные установки, где найти ее. Сейчас же есть, как вот просветить можно. То есть, а знаете, почему тогда Петр поймал много рыбы? Не потому, что он был, ну, извините, крутой рыбак, а потому, что он послужил Христу, а Христос послужил им. Победа через служение, братья и сестры. Победа через служение. Очень много в моей жизни успехов, побед. Не потому, что ты даже, вот послушайте, Давид, он не умел. Вот, я не верю, что Давид умел воевать. Он не был воином, это был молодой парнишка. Но посмотрите, сколько воинов было там. И у каждого был шанс и жениться там на дочери царя, и дом весь, и получить столько денег, и свободу, не платить никакие налоги пожизненно всей своей семье. Скажите, это не успех? Да это вообще, это, понимаете, это как ты, как в раю будешь потом жить. Такое давалось. И все, предложение было для всех, вакансия открыта. Иди, убей, и будет. Но все профессионалы, их колени дрожали. А молодой пацан, парнишка, который любил Бога, который понимал духовные принципы, на котором был Божий Дух. Который пришел просто послужить, он не шел воевать. Вообще в его голове даже не было, он не готовится. Погладь, самый гладкий выберу. Сейчас там Голиаф меня ждет. Нет, три, пять надо ко мне взять. А там брат у него есть, там сват еще. Знаете, да какая разница? Он просто шел, потому что ему сказал его отец. Братья и сестры, как это важно понять? Делай. Не почему, не потому, а потому что это, ты читаешь Библию, Господь тебе обращается, ты начинай это делать. Не ищи, понимаешь, вот это, а зачем я это буду делать? Бог зовет нас очень часто в церковь, мы слышим, служение, вот это дело, мы можем вот здесь потрудиться. Бог призывает нас всегда, начинай что-то делать, а ты ищешь, понимаешь, что-то, какие-то, что-то должно соединиться сверхъестественное. Ничего не надо ожидать. Будь в послушании Отца. Ты чувствуешь, что сердце, это всегда необычно. Когда Бог призывает человека, ты всегда переживаешь какое-то особенное состояние. И ты, и мы, но мы иногда пропускаем это, мы заглушаем. И Давид, он не был профессионалом своего дела. Послушайте, ничего, он не собирался воевать, он не сражался. Он, и даже этот Голиаф, он когда увидел Давида, он говорит, ты что, я собака что ли? Ну ты, вообще, кого выпаснул, что это такое? То есть это не может, ну, нереально вообще, зачем он тут нужен, этот паренек? Но вы знаете, что я заметил? Когда мы служим Богу, когда мы берем, отнесем эту ношу служения в своей жизни, Бог нам дает победы в тех сферах жизни, которых ты даже ничего не понимаешь. И делает чудеса и свидетельства. А кто-то может сказать аминь или нет? Или это только в моей жизни? И потом люди говорят, ничего себе! А ты стоишь и думаешь, да я сам в шоке! У вас такого не было? Да я сам, я сам в шоке! Если бы вы мне сказали 10 лет назад, что сегодня вот это произойдет в моей жизни, я бы сказал, ты что, смеешься что ли надо мной? Друзья мои, это делает Бог! Мы сегодня ковыряемся, знаете, в каких-то проблемах, и вот мы ищем книжки, читаем, а в твоей жизни ничего не меняется. А начни служить Богу! Кто-то ищет причины? Я молод, я сильно стар. А вы знаете, притча, Иисус показал нам притчу, когда Он виноградник нанял людей в разное время. Одна у них утром, других в обед, других вечером. Но знаете, что мне нравится? Он всем заплатил одинаково. Слава Господу нашему! О, я старый, я молодой, да какая разница! У Бога, для всех одинаково! Мы ищем причины, кому-то, кто-то не хочет служить себе в убыток, вот, нам кажется, что если я свое время потрачу, у тебя какая-то, может, беда, там, знаете, проблема, и тебе кажется, иногда я потрачу, я не буду теперь служить. Иногда у нас проблемы останавливают, и человек оставляет служение, и причина, он говорит, у меня сейчас проблемы, мне надо их решить, а потом я вернусь в служение. Это за самое большое заблуждение. Я еще не видел таких людей, у кого это получилось. Это обман. Служи, даже когда у тебя есть проблемы. Вы знаете, у меня в моей жизни, я вам честно скажу так, самое лучшее служение в моей жизни получается, когда у меня есть проблемы. Аминь или кто-то, да? Вот, слава Богу, я думаю, что у меня, я один такой неправильно верующий. Вроде парадокс, вроде звучит непонятно, а самое крутое служение, самый классный результат ты получаешь, когда, брат, помолись за меня, ты стоишь и говоришь, знал бы ты про меня сейчас. Мне надо, чтобы ты за меня помолился. Когда у тебя нужда, ты раз, и начинаешь видеть другую нужду. Ну, Господи, такая история, да буквально на днях, ну, бывает такой момент, какие-то финансовые есть, и где-то проблемы там, ну, не то, что проблемы, разное время происходит. Даже бывает, мы имеем и достаток, да, а бывает, и нам нужно все ровно спланировать. И приезжает в гости ко мне брат с Казахстана, да вот, на днях. И, значит, ну, вам, только вам такое по секрету расскажу, это вообще, такие вообще нельзя никому говорить. И я говорю, давай приезжай ко мне в бассейн пойдем, у нас бассейн возле подъезда, а он с Казахстана. Вот только вам, никому, ладно, не говорите. И, значит, у меня, ну, я думаю, я уже считаю, так, если я с ним пойду, короче, мне надо за него заплатить, заплатить, ну, как бы, я же его позвал. Есть такие братья, они тебя зовут, а тоже ты сам оплачиваешь. Такое, ну, я так, как бы, вот, не делал никогда. И такая у меня мысль, думаю, так, короче, возьму ровно за себя, чтобы, как бы, ну, ну, у меня же не будет лишних, тогда я, как бы, и не надо за него платить. Ну, такая мысль. Ну, так, раз, все, выходим из подъезда, а он из Казахстана, Казах. Я говорю, ну, все, Паш, все взял. Он говорит, да, конечно, все взял, говорит. Я говорю, деньги-то, деньги-то взял. Он говорит, да нет, у меня вообще рублей нет. Вы знаете, такого обличения у меня в жизни ни разу, вот, знаете, не было. Я говорю, понял, подожди. Иду домой, по лестнице поднимаюсь, там. Говорю, Господи, прости меня. Говорю, вот, ну, такой план, говорю, сделал, знаете, сам. Ну, как бы, ну, не то, что жадность, но реально, вот, ну, впритык, понимаете, да? Ну, то есть, вот, человеческая ситуация. Я прихожу, говорю, жене 200, дай мне тысячу там, говорю, давай. Ты, она раз на меня такие говорит, говорю, давай. Я раз идем, ну, я понимаю, что вот, ну, это служение, понимаете, оно, когда мы служим Богу, понимаете, ну, нету служения, вот, по пути. Вот нам нравится, мы хотим служить Богу по пути. Вот, желательно, на одной маршрутке, еще не выходя из нее. В церковь заехать, в больницу попроведывать, и там еще, ну, продукты прикупить. Вот это по пути. Как вы думаете, было ли легко Давиду? Да, конечно, нет. Ну, представьте, как это, ну, чисто по-человечески, я не знаю, мне кажется, я бы не выдержал этого всего. Я бы сказал, это, ребята, как бы, я вообще-то царь так-то, если что. Ну, так, ну, как бы, да, ну, то есть, вы что, забыли, что ли, там, ну, ну, как бы, месяц-то назад вы что, забыли, что произошло, что ли, на ваших глазах? Ну, мы как бы, ну, часто мы напоминаем, мы говорим, там, брат, давай вот это сделаем, да ты что, я уже вот такое делаю, как бы. Вы меня, как бы, ну, недооценили, что ли, как бы, там. Вы знаете мои вообще таланты-то и дары? И почему-то у нас часто складывается такое мнение, что люди, которые служат в церкви, это обязательно какие-то безработные лентяи, которым делать нечего, вот они поют здесь, там, другим лентяям делать нечего, они моют пол. И вот, как бы, такое мнение, знаете, что вот, а если человек, вот он, там, работает, у него, там, многодетная семья, и вот, конечно, такой человек, как он, у него некогда ему служить. Когда я был в Южной Корее, знаете, я вообще увидел там такую потрясающую картину. Люди работают, у них в году три дня отпуск, три дня отпуск, слышите, три дня. Да, то есть, работают с утра до вечера все абсолютно. И многие пасторы тоже работают, и, то есть, это, как бы, ну, это факт. И, когда мы были там во многих церквях, ездили, смотрели, общались, то нам рассказали, что у них служение так построено, что люди, допустим, он работает на работе, и у него есть час перерыв. И вот этот час перерыва человек бежит в церковь, и, например, у него есть один час, и у него есть какая-то территория, и, например, он успевает за этот час там пропылесосить сцену. У другого человека есть вот этот час, и он, допустим, успевает прибежать и протереть окна. А многие христиане, вот эти три дня отпуска, они тратят, чтобы послужить в детском лагере. И все люди образованные, умные, и много богатых очень людей, и христиане они, и они служат таким образом Господу. То есть, они понимают, что это важно в их жизни. Мы желаем получить что-то от Бога, но мы не всегда открыты, чтобы что-то отдавать. Это факт. И я говорю про себя. И мы находим разные причины, и говорим, вот у нас сегодня так, вот это поэтому так, и поэтому я не могу, и мы отдаляемся с вами. Но вы знаете, что я заметил из своей жизни? Что служение Богу, оно балансирует мою жизнь. Я даже сейчас скажу, может быть, не теологически, но вот, может быть, это будет теологически неправильно, но мне кажется, это факт, что служение Богу, оно помогает мне сохранять мое спасение. Я не знаю, то есть, оно как поплавать, знаете, вот есть жилеты такие, чтобы человеку не утонуть, ему нужно одеть жилет. И этот жилет, он, что позволяет тебе держаться на воде. И знаете, что в моей жизни я заметил, что когда я, вот служение, мое служение Богу, это как вот этот жилет спасательный. И в моей жизни оно бывает по-разному, бывает хорошо, бывает что-то не получается, но когда мы верные в служении Богу, Господь как бы нас поддерживает. Он не дает нам упасть, Он не дает, Он как бы не отпускает нас. Очень много чудес в жизни человека происходит, когда он служит Иисусу Христу. Аминь. И Иисус сказал, что Он будет всегда с нами. То есть, и Он сказал, идите и научите все народы, крестя их там, да, то есть, Он дает вот это повеление, и Он говорит, а я буду с вами во все дни до скончания века. То есть, когда мы идем с Иисусом, когда мы служим Иисусу, когда мы берем эту сумку служения, ноша, оно так прямо название, Он говорит, взял ношу, там ничего себе наложил папа ему, тем сыры передай, этим то передай, целый рюкзак был. Целая огромная сумка. И Давид взял эту сумку и пошел. И Господь дал ему победу. Брат и сестра, победа, твоя победа в служении Богу. Аминь. Начинайте служить Иисусу. Делай, вы знаете, всем нам Бог дал разные дары и таланты. Всем дал определенные характеры, всем дал какие-то способности. И вы знаете, что я хочу сказать, что самое большое счастье мы получаем, когда мы эти таланты и дары используем для служения Богу. Ну, правда или нет, радость. Ну, ни от чего ты не получаешь больше так радости, когда ты что-то делаешь для Христа. Когда ты проповедуешь Слово Божие, когда ты делишься Евангелием, когда ты что-то в церкви делаешь, когда ты поешь про совление. И я сегодня понимаю, что не бездельники служат в церкви, а сегодня служат в церкви те люди, которые понимают ценность, они вкусили, они понимают этот духовный принцип, божественный духовный принцип. Когда я служу Богу, Бог служит мне. И это всегда, это всегда явно. И даже в Малахисе написано, что увидят. Настанет день, когда увидят разницу между служащими и неслужащими мне. Кто-то сегодня служит Богу, и он находится по-прежнему в каких-то испытаниях, продолжая, не оставляя, не опуская своих рук. Конечно, Библия, она описывает очень быстро историю, эту историю, но вы представьте, какие эмоции. Что происходило и в сердце Давида, и в сердце Саула. Это же просто, знаете, это как бы мы раз за секунды там, и прочитали целый отрезок особого времени, просто жизни людей. Конечно, борьба, братья и сестры, конечно, трудности, конечно, сложности, конечно, это испытания, конечно, это решения, да, такие серьезные решения, которые сделал Давид. Он был готов рисковать. Никто ему не сказал, он нигде не видел, что иди, Давид, кинешь в него камень, он упадет, умрет, и ты станешь победителем. Конечно, когда мы читаем эти истории, мы сразу видим конец, и как бы, ху, и слава Богу, наш Господь сильный. Но в каждой победе что-то предшествует, и мы должны это понимать, и ты должен не сдаваться. Ты можешь сказать, я служу Богу, и в моей жизни по-прежнему какие-то сегодня ситуации. Послушайте, успех христианина не измеряется тем, сколько... Есть ли в его жизни проблемы или нет в его жизни проблем? Сегодня современное христианство, очень много мы можем, знаете, увидеть такие вещи. Нам кажется, что когда в моей жизни никаких проблем нет, вот это значит, я тогда самая вот... Моя вера тогда самая крепкая и самая сильная. Нет, друзья. Абсолютно нигде нет никакой страховки, никакой гарантии, что в нашей жизни не будет никаких проблем. А они как были, они так и будут, вот, к сожалению. А может, и к счастью. Но, знаете, в чем наш успех измеряется? Как я пройду эту проблему? Как я преодолею эту проблему? Как я буду смотреть на нее? Что я буду делать в этот момент, когда в мою жизнь придет проблема? Опущу руки, обижусь, уйду, или я скажу, Бог, а я все равно буду славить Тебя. А вес не станет в загоне, а я все равно приду и буду здесь петь. А если меня кольнуло в боку Господь, я смогу если доползти, а я доползу. Братья и сестры, сколько было исцелений в церкви? Женщина, у которой была скорчена 18 лет, да? 18 лет она была связана духом немощи, горб. Она была скорчена в таком состоянии, вот, находилась огромное количество лет. Но, знаете, всегда приходила в служение. И однажды в тот храм, в который она ходила, на одно... Она не знала, послушайте, она не знала, что так будет в ее жизни. Она была готова и с этим горбом ходить в храм, понимаете? Она не говорила так, вот у меня горб, и поэтому я обижилась на Бога. Вот Бог, почему ты мне это сделал? И я у нее... Послушайте, у этой женщины был миллион причин не прийти на служение. И я хочу сказать, никто бы из нас даже осудить ее не смог. Вы бы сказали, Маша, давай я сейчас заеду за тобой. Поехали в церковь, сказали, сегодня не пойду. И вы бы не смогли ничего сказать. Знаете, я вам что... А почему ты не пойду? Я бы сказала, слушай, мелочек, 18 лет от звонка до звонка. Никаких изменений в моей жизни. Что бы ты ей ответил? Она бы сказала, я сегодня заболел, мне сегодня трудно. Как она бы могла вам сказать тысячи человеческих причин, которые вы бы даже осудить не смогли. Но она приходила в храм, и однажды туда пришел Иисус. Иисус, братья и сестры, она пришла туда, и туда пришел Христос. Продолжай идти за Христом. И однажды в твою жизнь придет вот это то, что ты сегодня ожидаешь. Придет Бог, придут изменения, придет пробуждение, не знаю, как хочешь, это можешь назвать. Однажды эта женщина была на собрании, там написано, Иисус увидел ее. Слава Богу. И просто, знаете, одна секунда. Вот знаете, мы так думаем, наши проблемы, они кажутся такими большими, но для Бога одна секунда. Камень летел, я не знаю, сколько летел этот камень. Да это секунды, да. Раз, два, бряк, все, нету Голиафа. И наши проблемы для нас, они непобедимы. Диагноз непобедим. Врачи говорят, это невозможно. Финансы, это все, это невозможно. То, третье, четвертое, десятое у нас наваливается, навальца. И по-человечески, и это правда, это не вранье. По-человечески действительно кажется, это невозможно победить. А для Бога это секунда. Одна секунда. И проблема ее просто нету. Горб нету, понимаете. Сын раз в церкви. Вот вы даже, мамы, вы даже не поймете, когда они в церковь придут. Я вам реально говорю. Вот ты даже не, вот ты даже не, вот ты даже представить не сможешь, как это произойдет. В какой это будет момент. Это даже, это будет в такой момент, когда вообще даже не будешь ожидать. Просто раз, вот так. Одна секунда. Как Божье действие. Раз просто происходит. И ты только скажешь, вау. Ничего себе. Последнее расскажу вам свидетельство. Буду заканчивать. В Екатеринбурге одна женщина. Мы дружим с одной церковью, тоже там служим, проповедуем. Просто сильное такое свидетельство. Эта женщина, она из богатой семьи. У нее богатые дети, обеспеченные. И так она сама медик была, медсестра. То есть очень образованный человек, порядочный, хороший человек. Но так случилось в своей жизни, пришла болезнь. Шизофрения. То есть самая последняя стадия. То есть я там не сильно в этом разбираюсь, но она была поставлена на самые вот эти учеты. И она мне рассказывала, что ей несколько раз делали, ну на живу, как бы вот человек живой, а ей делали такую процедуру, разряд токовый, пускали в мозг. То есть обычно вообще эту процедуру раз делают, ей делали три, по-моему, она сказала. Там подписывать человек бумаги, что не винит никого. И это, чтобы, то есть что делать, пытаются током, чтобы какие-то там, ну клеточки мозга, в общем, как-то их там оживить, чтобы человек... А она впала в такую вот депрессию. Причем очень интересно, находясь в этой депрессии, она абсолютно все помнит. Она, ну в реальности, как бы вот в сознании. То есть она не то, что там, ой, не помню, как прошли мои там, допустим, семь лет она, шесть или семь лет она находилась вот в этом состоянии. И никак ее не могли вывести. И много финансов было потрачено. И пытались и в реабилитационном центре, и везде. И привозили ее на служение постоянно, стараясь. Она где-то уходила. То есть, ну, просто серьезнейшая война. Вот серьезнейшая битва была у этой семьи. Вот на протяжении этих лет это было просто страшно. Видеть, когда твоя мама, она могла где-то с улицы что-то и, ну, понимаете, там собрать. И, в общем, вот в таком состоянии она находилась. И представляете, что произошло. Однажды мы как раз были там, служили. И просто, я даже, наверное, не вспомнил, о чем была проповедь. И мы после проповеди вот так, даже никого не вызывали. Там не было какой-то специфический каких-то, там не было какого-то, что мы там сейчас за исцеление будем молиться. Мы просто проповедовали, закончили служение. И мы сделали, как вы знаете, обычно мы молимся в конце. И, представляете, когда мы молились, просто в одну секунду, на этой женщине просто пришло прозрение. Просто в одну секунду. Она говорит, я не поняла, как, но в моем, то есть у нее внутри не было желания вообще жить. Вообще, то есть, такая вот апатия была полная. И она говорит, в один какой-то момент просто внутри себя я почувствую, я хочу жить. Вот это желание родилось. То есть, знаете, как Бог написано, дает желание и хотение. Вот он ей дал вот это желание и хотение. И она в одну минуту получает полное исцеление от этой болезни. Полностью. Вот просто, просто мгновенно. Она сама с Белоруссии едет туда, значит, к врачу, где она стоит. Собирая всех своих одноклассников, во-первых. Всем им свидетельствует. Приходит к главному врачу. А вы представляете, что такое вообще сняться с такого учета? Ну, то есть, она говорит, я, в общем, здорово, меня Бог исцелил. И я хочу, чтобы вы меня сняли с учета. Он говорит, ну, не вопрос. 400 вопросов папочку ложит, а я вам скажу, там здоровый человек. Не ответит на них правильно. Ну, вот. Она берет, отвечает на все вопросы, проходит все томограммы, сдает все эти там анализы. Они, естественно, видят, что все в порядке. Они говорят, ладно, тогда так. Ждем, ждем весны. Да, быстрее. Она говорит, ждем весны. И заново, говорит, приходите. И мы заново повторяем все. Она уезжает. Врачи звонят ее детям. Они говорят, обязательно скажите, чтобы она пила вот те-то таблетки. Иначе сейчас весна, и будет беда сто процентов. Это, говорит, только временно такое случается. Очень редко. Но временно может быть. Только время. Она мне звонила буквально два месяца, месяц назад. Эта женщина. Ну, естественно, у нас такие сейчас, ну, как бы сложились эти отношения. Вот. Она звонит, говорит, Володя, сейчас готовлюсь, поеду обратно к нему. Уже билеты взяла. Улезают, улетают туда. Значит, сейчас будем опять все проходить. Говорит, они мне не верят. А у нее глаза горят. Вы знаете, она служит Богу. Она просто воскреса. Она жила. Вот вы никогда, если бы с ней встретились, вы никогда бы не подумали, что такое могло с ней быть, что происходило с ней. Это чудо Божье. Это секунда. Вы понимаете, от того, что люди годами, мы пытаемся победить. Вот, ты знаешь, ты вот пытаешься свою семью, вот это там все высклеиваете, все там, что подарить, там ромашка, цветочки. Есть какие-то, конечно, психологические, важные вещи, но вы уже все прошли, ничего не помогает. Начните служить Богу. Просто посвятите, скажите, прейдинской пасы, дай нам что-то делать. Не знаю, подметать, убирать, посвятитесь для Господа. Возьмите ношу, возьмите сумку служения, корми, вари, я не знаю, что-то. Это огромное количество возможностей сегодня нам служить Богу. Послушайте, служат Богу не какие-то только избранные люди, служат Богу все желающие. Бог, Он смотрит нас, как на служителей. Мы сегодня, нам не нужно иметь какие-то особые квалификации. И вы знаете, что на самом деле очень много именно такого труда, который не требует каких-то особенных квалификаций. Давид, отец сказал, просто отнеси сумку, просто понеси сумку. И вы знаете, он это сделал. И посмотрите, какую величайшую победу в истории израильского народа. Он сегодня, конечно, имеет определенный статус Давид. И он оставил этот след за собой просто через послушание и через служение. Не пугайся, не бойся, продолжай, сестры поют, продолжай петь. Что-то ты делаешь сегодня для Господа, продолжай это так же с усердием, не остывай. Иногда мы руки опускаем, какие-то приходят голиафы. Служи Богу, не бросай сумку, не оставляй, делай. У меня вообще много таких вот свидетельств на эту тему. Последняя маленькая, быстренькая и все. Пастор, мы учились в Корее, просто такое серьезное свидетельство. И он, один преподаватель там, он заболел. У него там что-то с органами. Я вообще сначала не понял. Мы когда кушали в столовой, он придет, встанет над душой, и думает, что ему надо. Поесть спокойно не дает. А потом выяснилось, что у него какая-то страшная болезнь, от которой нет лекарств. И у него что-то с пищеварением, в общем, что-то там с этими органами. И он сказал, говорит, я, говорит, так вам завидую, что вот вы можете кушать, вот это вкусы все. А я, говорит, ну мне, я не могу это делать. И он рассказал немножко о своей судьбе, там жизни. И, в общем, его списали, врачи его списали. Сказали, все, в общем, не жить. И он мне понравился. Он такую интересную вещь сказал, я не забуду это. Он говорит, а я, говорит, что делаю? Я, говорит, а он вот преподает бывает, я помню, преподает там. Видно, ему плохо-плохо-плохо стало. Он раз там, давайте сейчас это отдохнем. Ну, пауза. Он не вставал уже, дедушка старенький, он сидя. Какая-то грелка тут у него, вот, что-то, ну, греть, что-то там. И он говорит, а я вот так решил. Я, говорит, понял, надо, говорит, так делать. Я, говорит, пока я буду, короче, преподавать, то я, говорит, не умру. Ну, Бог не даст мне. Пока я буду вот служить, значит, я буду нужен Богу. И он говорит, и знаете, что произошло? Через два года его Бог исцелил. Все, вот, представляете, вот это, ну, для меня это, я приезжаю, а он уже бегает, машину водит там, знаете, нас возит. Я говорю, что такое? Он говорит, а Бог его исцелил. Служи Господу. Твое исцеление в служении Богу. Твое благословение через служение Богу. Твоя победа, твоя экономика. Мы служим Богу, как уверовали с 2002 года, так и служим. Всегда Бог заботился о нас. Исцелял, сколько чудес сделал. Пусть вас Бог благословит. Давайте мы помолимся. Знаешь, если ты сегодня разочаровался, может быть, ты остановился, может, да, ты обиделся, какие-то есть разные причины. Хорошее время вернуться в служение Богу. Хорошее время. Может, в картонку вернуться кому-то. Я не знаю, что ты делал. Я не знаю, ну, какие твои таланты. Я не знаю, чем ты занимался. Возвращайся. Возвращайся. Бог сегодня ожидает тебя. Бог сегодня хочет вернуть тебе вот эту первую радость. Братья и сестры, ну, ведь правда, что это счастье служить Богу или нет? Или я только один чувствую это? Вот, я не знаю, как вы. Живешь, бывает, вот, от служения до служения, да? Ну, такое вдохновение, такая вот божественная энергия, такой заряд ты получаешь. Знаешь, когда ты служишь Богу, как-то и проблемы свои ты забываешь, и смотришь раз, раз, и уже какие-то решения приходят. Сегодня хорошее время. Попроси у Бога прощения. Написано, тот, кто взялся за плуг, не оборачивайся назад. И Слово Божие называет таких людей, которые обернулись, остановились. Он говорит, такие люди неблагонадежны для Божьего Царства. Ты знаешь, сегодня Бог здесь, и Он обратился к тебе сегодня и ко мне. И Он хочет, чтобы мы вернулись к Нему, служили Ему, горели для Него. Не просто, знаете, как вот, пришел в церковь, мы отметились, вот, все, сделали свое дело. Нет, этого недостаточно, это мало, это просто только начало. Но если ты сегодня уже верующий человек, начинаешь что-то делать для Христа, тогда мы помолимся. Господь, мы благодарим Тебя, спасибо Тебе, Абонир Божийство. Это было lei, я вот что говорила, что мы с ним вернулись.